Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по сложным трудным местам Священного Писания. И сегодня, рассматривая текст книги Левит, 19 глава, 28 стих, мы зададимся вопросом, можно ли делать наколки на теле. В 19 главе, 28 стих книги Левит сказано, «Ради умершего не делайте нарезов на теле вашим и не накалывайте на себе письмен «Я Господь Бог ваш». Здесь мы видим, что запрет на изготовление наколок на теле, он находится между запретом делать что-либо со своим телом ради умершего. Известно, что некоторые люди в память об умерших нарезы делали на своем теле, пальцы отрезали, разбивали себе лицо, вышибали зубы. Такое присутствовало. И далее говорится, «Я Господь Бог ваш». Бог есть само совершенство. Почему вот этот призыв «И не накалывайте на себе письмен» находится между этими двумя фрагментами? Ну, прежде всего, надо понять, что в Священном Писании в изначальном виде не было никаких стихов и глав. Поэтому первая часть этого стиха «Ради умершего не делайте нарезов на теле вашим» можно считать самостоятельным предложением. Другую часть «И не накалывайте на себе письмен» — это другое предложение. И третье «Я Господь Бог ваш». Но если запрет накалывать на себе некие письмена, что предполагают и рисунки, находится между этими двумя отрывками, конечно, это не случайно. Первое послание Коринфянам, 6 глава, 20 стих, мы находим такие слова. «Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Когда человек учится в школе, ему никто не дает права на школьные партии гвоздем там воцарапывать свое имя или имя любимой девушки, потому что это школьная собственность. Но и само тело человека — это собственность Бога. Поэтому мы не имеем права не делать никакие нарезы на своем теле, там, вышибать зубы и так далее, как есть у некоторых язычников по поводу умерших, и не имеем права делать никаких наколок на теле в виде букв или в виде каких-то, может быть, вполне нейтральных изображений. Потому что Господь, Бог наш, создал нас по образу и подобию своему. Амвросиаст, древнехристианский экзегет, в своем толковании на послание к Коринфянам писал, «Ясно, что купленный кем-то не своему суждению предоставлен, а того, кто купил его, и не свою, а его волю выполняет. И поскольку мы куплены дорогою ценою, по замыслу Господа нашего служить обязаны, чтобы чем-либо оскорбленный он нас не вернул сатане, смерти нас не предал». Конец цитаты. А святитель Иоанн Златоуст, это его 18-е гамилия на первое послание к Коринфянам, пишет, «Это служит не только к обличению, но и побуждает к добродетели. Как говорит апостол, ты можешь делать, что хочешь. Но разве ты можешь делать, что хочешь? Ты не власти над собой». Говоря это, он не отвергает твоей свободной воле. И сказав, «Все мне позволительно, но не все полезно», он, Павел, не отнимает у нас свободы. И здесь опять-таки, написав, «И вы не свои», то есть себе не принадлежите, он не нарушает свободной воле, но отклоняет от порока и показывает попечение владыки Творца, поэтому и добавляет, выкуплены дорогою ценой. Священно-мученик Киприан Карфагенский в трактате об одеяниях дев пишет, «Восславим Бога и станем носить Его Господа в чистом и незапятнанном теле с большим тщанием», то есть с большой осторожностью. «Мы, искупленные кровью Христа, станем следовать правилам нашего Искупителя с послушанием слуг. Будем же бдительно следить за тем, чтобы не приносить в храм Божий, а человеческое тело есть храм Духа Святаго, что-нибудь грязное и извращенное, дабы Он, Господь, оскорбленный, не оставил бы обиталище своего, то есть не покинул бы нас». Поэтому изображение каких-то наколок на теле, каких-то письмян, человеческое тело – это не доска объявлений, это совершенно очевидно, это то, что Господь дал нам, и то, что мы должны соблюдать в чистоте до Его славного пришествия, о чем говорится в окончании первого послания к фессалоникийцам апостола Павла, дабы дух, душа и тело во всей целости сохранились бы без порока ко дню пришествия Господа Иисуса Христа. Итак, друзья, сегодня мы рассмотрели еще один из вопросов, как мы видим, это актуальный вопрос для нашего времени. И если будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы будем касаться других сложных, трудных мест Писания. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и подпишись.